Что для всех разом испоганил один единственный человек. Имя Адольф. Не только имя, но и эти маленькие усики. Чел, пытавшийся пронести бомбу в ботинке в 2001 году. Теперь нам всем каждый раз приходится мучиться, снимая обувь на таможне в аэропорту. Плюс пошел нахер тот чел, который замутил какую-то хрень с жидкостями, отчего служба безопасности решила, что теперь нам нельзя проносить в ручной кладе больше 100 мл шампуня, потому что это может быть смертельно опасно. На прошлой работе нам выдавали полную спецовку. Рубашки, брюки, шапки, толстовки, зимние комбинезоны, зимние пальто, перчатки. А вот ботинки мы должны были покупать сами. Оказывается, за пару лет до того, как меня взяли на работу, они выдавали своим сотрудникам ботинки. Но нашелся чувак, который брал свои сапоги и продавал их, после чего просил еще одну пару, а затем продавал и их. Он проделал этот трюк около 20 раз. До поры до времени этого никто не замечал. Муниципальная бюрократия не спешила обращать на это внимание. А когда все-таки его спалили, то компания вовсе перестала выдавать сапоги своим сотрудникам. Чел, который подавился леденцом у нас в банке, теперь нам больше не выдают бесплатных леденцов. В начальной школе мы довольно часто ходили в местный зоопарк, пока один пацан не перерез через забор и не ударил пингвина. Хотел бы я, чтобы это была шутка. На предыдущей работе сотрудники компании два раза в неделю могли работать из дома. Один чел в такой день решил отлынивать от работы и пошел погулять. Ему позвонил начальник, потому что тот опоздал на онлайн-конференцию. По фоновому шуму он понял, что его подчиненный находится в торговом центре или в каком-то подобном месте. В итоге этот чел признался, что он не был дома и не работал. Его уволили и теперь все работники должны находиться в офисе пять дней в неделю. Дружочек, полезная инфа. Хочешь одеваться стильно и недорого? Тогда рекомендую тебе годный магазин кроссовок и одежды hustle.rf. Ребята продают реплику известных брендов, которая по качеству и материалам не отличается от оригинала. В наличии более 5000 кроссовок и одежды по адекватным ценам. Редкие эксклюзивные модели, которые ты сейчас нигде не купишь. Либо потратишь в три раза больше. У хаслов на сайте только реальные отзывы покупателей. И что очень важно, у них есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если товар не подошел, просто возвращаешь обратно. Для наших подписчиков хаслы предоставили промокод UPVOTE, который дает скидку 30% на все товары. Уже тысячи людей закупились по нашему промокоду. Не переплачивай и трать деньги с умом. Ссылочка в описании. Продолжаем. На одной из моих предыдущих работ для поднятия настроения руководство ставило нам музыку. Она была самых разных жанров, так что у каждого была возможность послушать то, что ему нравится. Один чел пожаловался, что иногда ему приходится слушать музыку, которая ему не нравится. Из-за него музыку вовсе перестали включать. Тот единственный пацан в классе, который не мог оставить в покое свой долбанный телефон. Теперь нам приходится складывать все свои мобилы в коробку при входе в класс. В середине 2000-х годов, когда мне было лет 10, после школы я ходил в место, которое называлось Клуб мальчиков и девочек. Там была площадка с несколькими баскетбольными кольцами, на которой мы играли во всякие разные игры, в том числе в вышибалы. Мы играли не обычными резиновыми мячами, а мячиками из пенополистирола, покрытыми тонким слоем пластика. Короче говоря, они были безобидные. Один пацан решил, что было бы неплохо засунуть в один из мячиков камень и бросить его в пацана, который ему не нравился. В итоге он бросил его прямо в лицо тому ребенку и сломал ему два передних зуба. Больше мы никогда не играли в вышибалы. Чел, утверждавший, что вакцины вызывают аутизм, у него на руках много крови. А издание Lancet опубликовало эту срань и более 10 лет не давало никакого опровержения. При этом их репутация не пострадала ни на йоту. Причем он утверждал так даже не потому, что действительно верил в это. Он в буквальном смысле устроил аферу с целью дискредитировать конкретную вакцину, чтобы продать более худшую версию, на которой он мог бы заработать. Черт возьми, да на его счету больше смертей, чем у большинства серийных убийц. Когда я училась в средней школе, всех шестиклассников отпустили с ночевкой в загородный домик, где можно было покататься на лыжах и баллонах. Мой папа вызвался быть опекуном, чтобы присматривать за нами. Он разрешил мне и еще пятерым девочкам забраться на один баллон и спуститься на нем с крутого склона. Мы на полной скорости влетели в сугроб, две девочки сломали руки. После этого школьникам больше никогда не разрешали ездить на ночевку в тот домик. И как говорят, спустя 30 лет все в школе до сих пор винят в этом моего отца. Лол. Я работала медсестрой, ставившей капельницы. В какой-то момент нам в отделении добавили должность медсестры, которая должна была отвечать за внеплановых пациентов и экстренные случаи, поступавшие во второй половине дня. На этой должности мы работали с полудня до полуночи, что позволило нам сократить необходимость в дежурстве каждую ночь до одного-двух раз в неделю. Тот, кому нужно было вставать на эту должность, не нужно было сидеть на телефоне, плюс у него были выходные дни. Нам нравилось чередовать эти позиции, нам нравилось отдыхать от необходимости все время дежурить. Нам нравилось то, что у нас были выходные. Но потом появилась медсестра, которая начала выходить на работу не в полдень, а в 7 утра и заканчивала в 5 вечера. Когда были внеплановые или экстренные случаи, она не отвечала на звонки. А это означало, что нам всем приходилось снова забирать внеплановых пациентов и снова дежурить. Она делала так каждый раз, когда наступала ее очередь, исполнять обязанности медсестры по внеплановым и экстренным случаям. Так что должность ликвидировали, и нам снова пришлось постоянно дежурить. Все правила в каждой компании, в которой я когда-либо работал или управлял, были приняты из-за того, что один человек чем-то злоупотреблял. Поэтому всякий раз, когда вы задаетесь вопросом, какого черта мы должны это делать, знайте, что это все из-за какого-то одного мудака, который обосрал жизнь всем остальным. Нам пришлось установить камеры перед женским туалетом, чтобы следить за тем, кто и когда туда входит и выходит. И все из-за одного человека, который специально срал на пол рядом с унитазом и накрывал свою кучу туалетной бумагой. Чел, который убил самое изолированное дерево на планете, и та баба, которая сожгла самое старое дерево. Представьте себе, какую историю пережили эти деревья. Чел, который убил самое изолированное дерево на планете, врезался в него на своем джипе. Это было единственное дерево на сотне квадратных километров в пустыне. И он каким-то образом вписался в него на своей тачке. Я работала в офисе, где по пятницам мы могли приходить в свободной форме. В одну из пятниц моя коллега пришла на работу в спортивной одежде, и руководство было возмущено этим фактом. Вместо того, чтобы сказать ей, что нельзя ходить на работу в спортивной одежде, они попросту отменили правила свободной формы по пятницам. У меня до сих пор от этого горит. Однажды наша HR менеджер прекрасно объяснила нам, что такое повседневная летняя одежда, в которой можно прийти на работу. Она сказала, что лето будет жарким, поэтому я хочу дать вам возможность одеваться по погоде. Но, пожалуйста, подбирайте для себя наряд так, будто вы собираетесь на вечеринку в саду у Марты Стюарт. Не надевайте то, что может ее смутить. Я работал в магазине, где мы могли ставить свои диски с музыкой и слушать любимые песни. Это был такой кайф. В тот день я не работал, но, как оказалось, Майк решил, что будет хорошей идеей поставить альбом Rage Against the Machine с одноименным названием. И, само собой, когда мимо проходило начальство, заиграла песня Killing in the Name. Услышав подряд тонну мотяков из песни, политику компании тут же поменяли. В итоге вышла такая срань. Они собрали плейлист на 90 минут, который мы не могли сменить. Одни и те же песни быстро надоели, и я вскоре уволился. Проработав в продуктовом магазине во время рождественских каникул, я навсегда возненавидел рождественскую музыку. Last Christmas, I gave you my heart. Некоторые пожарные постоянно гробят разные формы благодарности, которые предоставляют для них заведение. У нас был ресторан Barbecue, который выдавал пожарным 10 долларов на ужин. Грубо говоря, если ты тратил на еду 10 долларов, то тебе она, по сути, выходила даром. Один чел все обосрал, заказав жратвы на 8 долларов и потребовав выдать ему 2 доллара. Некоторые пожарные ходили в свои нерабочие дни в форме. Один чувак устроил семейную посиделку в местном ресторане и устроил там скандал из-за того, что они не дали скидку всей его компании. Я не понимаю, как люди могут быть настолько оторваны от реального мира. Марк Цукерберг испоганил столько мозгов, отношений и прочего, что я даже не знаю, что сказать. О, да ему определенно стоит уделить внимание в этом трейде. Чел допустил утечку такого огромного количества конфиденциальной информации, что у меня просто нет слов. Как же я ненавижу его и его приложения. Просто ноль из десяти. Чел, решивший добавить YouTube Kids на YouTube, теперь весь контент демонетизируется. По правде, в целом, человек, решивший, что весь интернет должен прогибаться под детей, поехавший кретин. Я не хочу смотреть, как автор видео всеми способами пытается не вынонить ни одного матерного слова и не говорить на темы, которые не стоит слушать детям, только потому, что некоторым родителям не нравится, что такие темы вообще существуют. Тот тупой безболист, который хапанул 10 таблеток эфедры и умер от сердечного приступа. Мы с мамой выпивали одну таблетку и убирали весь дом. Почему люди не могут с ответственностью подходить к теме веществ? В 80-е годы мы играли в игру под названием «Британский бульдог». Это было очень весело и мы все время ржали. Потом Барри взялся за тощего паренька и сломал ему трахею, после чего бульдога запретили. И мы больше не могли душить друг друга. Спасибо, Барри. Чел из Техаса, если я не ошибаюсь, который заказал большущий обед в качестве своей последней трапезы в камеры смертников и отказался его есть. Из-за него теперь тюрьмы не выполняют просьбы смертников о последней трапезе. Интересен еще тот факт, что многие приговоренные к смертной казни даже не притрагиваются к еде. Так что принятое ограничение скорее многое говорит о нас, а не о них. Руководитель компании HP сказавший, знаете, людям нравятся наши принтеры, они прочные, надежные и работают десятилетиями. Нам нужно сделать их отстойными, чтобы они постоянно ломались. Подвязать их работу к интернету, чтобы принтер не работал при отключенном Wi-Fi. На определенном этапе военной подготовки в армии США взводу предоставляется возможность посидеть и поесть, не дожидаясь всей роты. Но вместе с этим возникает правило, что если один человек закончил есть, то и все закончили. Один курсант, которому посчастливилось сесть за стол раньше всех, закончил свой обед еще до того, как остальные приступили к еде. Он встал из-за стола и сержант, инструктор по боевой подготовке, незамедлительно приказал встать всем остальным, независимо от того, закончили они есть или нет. Этот же курсант сделал то же самое и на следующий день, только теперь это было уже за завтраком. В итоге несколько человек не успели ни поужинать, ни позавтракать. Я никогда не забуду, как солдаты поступили с его койкой и шкафчиком. И мне вовсе не было его жаль. Кстати, можете не сомневаться, после этого случая никто больше не вставал раньше времени из-за стола. Изменено, отвечаю на некоторые ваши вопросы. Что солдаты сделали с его койкой? Они взяли ведро с грязной водой после мазья пола, нассали в него и вылили на его койкую прикроватную тумбочку. Это было воскресенье утром, единственный день, когда сержант оставлял нас в покое до полудня. Тот курсант в это время был в церкви. Он делал это специально? Нет, в первый раз он действительно случайно допустил ошибку, поскольку правило было новое. А во второй раз я увидел, как это было. Он начал вставать, после чего сразу же понял свой косяк. Но наш злобный сержант заметил, как курсант сделал это неловкое движение, привстал и сразу же сел. Этого хватило, чтобы поднять весь стол. К счастью, я не сидел за столом, который лишили завтрака, но мне все равно его не жалко. Если бы меня оставили без ужина и завтрака, я бы присоединился к пацанам, которые захотели его наказать. Был ли он тупой? Да. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, что для всех разом испоганил один единственный человек. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok